Приветствую вас. Я бы не стал говорить однозначно в таком контексте, верно ли вы делаете или нет, потому что мне кажется, что такого понятия, как верно или неверно, вообще не существует. Вот, мне кажется, что вы поступаете так, как вам хочется, но мне кажется, что в какой-то момент вы поставили себя выше, чем, ну, чем свою семью, да, и сделали это, потому что по-другому было нельзя, потому что иначе вы просто, ну, начали бы себе вредить. Вот. Мне кажется, что то, о чем вы здесь говорите, то, о чем вы пишете, мне кажется, что это больше про все же чувство вины. Мне кажется, что это про чувство вины, мне кажется, что за вашим вопросом, верно ли вы делаете, скрывается именно оно, именно чувство вины. Конечно, я могу ошибаться и могу быть не прав, но то, что вы описываете, это, как мне кажется, все же именно вот такое подаленное чувство вины. Почему? Ну, в первую очередь, потому что вы говорите, что страна отстранена. Вот. Вне зависимости от того, как будут складываться ваши отношения и вне зависимости от того, что будет происходить, дальше между вами. Ваше отстраненность свидетельствует об определенной закрытости. Вместе с тем вы пишете, что взрываетесь, и я вам охотно верю в том, что вы взрываетесь, вот. Но вместе с тем это также свидетельствует о том, что вы не совсем естественно себя ведете. Я сейчас говорю не про то, можете ли вы себя вести более естественно или нет, это в данном случае не столь вау. Я говорю о том, что ваши чувства вами не проживаются, да, вот. И, соответственно, вы испытываете дискомфорт и, в общем-то, различные рэкетные чувства. Рэкетные чувства – это чувства, мешающие нам влюбить. Такое, как вина, пить, воздух и так далее. Вот. Хотя иногда они, безусловно, бывают полезными. И мне кажется, что это один из важных моментов для выстраивания максимально естественных отношений. Следующее – это, пожалуй, искренне, искренность. Потому что… Ведь мама ваша, да и бабушка тоже, да и отец. Мне кажется, многие вещи делают от отчаяния. И сейчас я не хотел бы, чтобы вы думали, что я встаю на их сторону. Вот. Я ни в коем случае не встаю ни на чью вообще в сторону. Но, просто хочу, чтобы вы, как бы, прочувствовали вот именно то, что мотивирует этих людей действовать так, как они действуют. Вот. Их это, их на это мотивировать, ну, вообще, не ваш, да. Весна – непростая жизненная ситуация, в которой они оказались. По воле случая, по воле, там, не знаю, судьбы или чего-то, что-то такого. Вот. Да, справляться с этим очевидно, что люди не умеют. Да, есть привычка обвинять и требовать, там, от всех вокруг. Да, у вас в семье очень сильно развита созависимость, когда, грубо говоря, мама пилит вашего отца, вызывает у него чувство вины, он на этом чувство вины, теперь перед ней, там, стелится и прочее. Это же чувство вины передаётся и вам. Вот. И есть другая сторона этой ситуации. Сторона такая, мне кажется, что есть определённый ведь заряд, есть определённый ведь потенциал в том, чтобы выстраивать отношения. То есть вы можете выстраивать отношения настолько хорошие, насколько это возможно для людей. Вот. Вы можете выстраивать хорошие отношения с теми качествами, о которых вы говорите, если люди на это способны. Но может случиться так, что никто из вашей семьи на это не способен. Может случиться так, что вы и сами не очень-то знаете и понимаете, что это такое. Ведь про отца вы говорите, вы говорите что-то типа мол, ладно бы была любовь, а так непонятно, чего он вот так себя ведёт. Я не знаю, замечаете вы или нет, но это, вообще говоря, обесценивание. Это, вообще говоря, некоторое, некоторое пренебрежение выбором человека. Да, выбор человека может быть непонятным. Да, выбор человека абсолютно может быть не объясним, это верно. Но это выборы, с ним нужно считаться. И принимать его. Не обязательно разделять, но принимать. Поэтому я бы сказал, что для выстраивания действительно хороших и качественных отношений необходимо работать с личными границами. Вот. Мне кажется, что своим поведением вы, знаете как, знаете как, своим поведением вы как бы провоцируете бабочку, например, и маму, значит, ну вот, вас обвинять и что-то требует, потому что вы приезжаете, вот, и ведете себя не как гость. Да? Да? То есть вы придете и начинаете там, вот, ну, начинаете делать то, что вы делали, когда жили, вот, с, ну, с, ну, своей семьей. Ну, вот, вы уже, ээээ... не живете с моей семьей. И мне кажется, что это важно понимать. Вот. Что, ээээ, теперь, когда вы с своей семьей не живете, действовать вам нужно по-другому. и вести себя, мне кажется, по-другому нужно тоже. Вы же пытаетесь вести себя, как раньше, чем самым, на мой взгляд, ну, по сути, дискредитируя себя. Мне кажется, повторюсь, это исключительно моя позиция. Я вам не хотел бы её прям навязывать. Соответственно, я не думаю, что с силой того, что вы делаете, и вам делать хочется. Вот. Я не думаю так. И мне кажется, что на это также очень важно обратить внимание, что вам не хочется делать какие-то вещи из тех, которые вы делаете для своих родителей, для своей мамы. Ну, например, мне кажется, что для построения их отношений нужно оставаться в моменте. Понимаете, в моменте. Всё, что делает ваша, например, мама и ваш папа, это, похоже, бегут от момента. Пытаются заполнить вот этот вот, я бы сказал, неловкий, неловкий налёт проблем со здоровьем и возможной смерти, пытаются заполнить этот момент какой-то святой. Это делает ваша мама, это делает ваш отец. Ну, вот. Люди бегут, бегут, как это немножко может быть цинично прозвучить сейчас, люди бегут от жизни этими действиями. Да? Потому что, например, и ваш мама, и ваш папа могли бы использовать то время, что у них одно, для посыти дела проживания каких-то моментов, для, может быть, это будет звучать немножко пафосно, но для, может быть, открытия в себе каких-то чувств, может быть, даже похожих на любовь, хотя вы говорите, что любви там не было, но ваши родители почему-то всё равно, почему-то всё равно вместе, вот. И папа вашу маму не бросил, вот. И мама хоть его пилила, но всё равно там, они же страну когда-то встретили. Вот. Хотя, безусловно, их отношения нельзя назвать идеальными идеальными, но идеальными нельзя назвать ничьи отношения. Поэтому думать, что у ваших родителей должны быть идеальные отношения, ну, это немножко наивно. Вот. Знаете? То есть, они бегут. Бегут от встречи с реальными чувствами, к сожалению. Вот вся эта суета. Вы эту суету разделяете. Где-то в глубине души понимаете, что что-то не так. Где-то в глубине души понимаете, что что-то неверно происходит. И понимаете, вы это на мой взгляд совершенно правильно. Только вот себе не озвучивайте. Вот. Возможно, возможно, я сейчас скажу немножко сложную вещь, но возможно имело бы смысл признать, что ваша мама всё-таки умрёт. И, возможно, внутренне начать с ней прощаться. Внутренне начать с ней прощаться и иметь возможность попрощаться с ней, пока она жива. И обратить внимание на это. В том числе и её. Внимание обратить на это. Понимаете? То же, что вы делаете, то же, что вы сейчас делаете, это снова-таки бежить от момента. Вот. Вы снова убегаете от убегаете от осознания того, что ваша мама может умирать. Так же, как бежит от этого Иоанна. Но, понимаете, все это привело, просто, кстати, это сурокат. Вот. Поэтому, мне кажется, что вам мне показалось почему-то, что ваш отец наиболее такой вот лояльный, настроенный, настроенный человек по отношению к вам, не повторюсь, могу ошибаться, могу быть неправ, но мне так показалось. Вот. Соответственно, с ним у меня есть смысл поговорить. Вот. Имеет смысл донести до отца вот какую-то мысль. Вот. Может быть, может быть даже имело бы смысл дать ему послушать мой ответ. Если хотите сделать, сделайте это. сделать это. Вот. И вероятно, вам вместе с ним имело бы смысл действительно оплакать вашу маму и его жену. Вот. Оплакать и перестать бежать. Бежать от неизбежного. Такая же самая большая ошибка, когда все это делается, все, что делается вокруг вашей мамы и бабушки тоже. Но понятно, что с бабушкой здесь ситуация немножко иная. Но вот все это делается из жалости. Из жалости, но из чувства страха. Вот. Страх признать реальность, страх признать беспомощность. То, что вот с чем-то мы справиться не можем. Страх признать свою беспомощность. Вот. И мне кажется, что вашей маме нужна помощь. В этом она тоже боится. Она тоже очень боится. Но она чувствует себя одна в этом. Вероятно, у нее нет ощущения, что ее кто-то понимает. У нее нет ощущения, что кто-то откликается на ее страх. Я вас не обвиняю, потому что вы, мне кажется, боитесь тоже. И это, мне кажется, нормально. Ну вот. И судя по тому, что вы рассказываете, у вас нет в достаточном количестве опыта прислушивания к себе, опыта исследования там еще вы чувствуете. Хотя мне показалось, что человек достаточно теплый. Вот. Человек достаточно такой открытый. Вот. Но, мне кажется, все же вы живете несколько в иллюзиях, как и ваши нам тоже. Вот. Не обижайтесь, пожалуйста. Чтобы мне так показалось. Вот. Я могу ошибаться. Поэтому, мне кажется, что наладить отношения можно только, если вы будете собой. Вот. Только, если вы будете собой. Только, если вы претензаете от того, что реально происходит. Для этого нужна недюжинная ведь смелость, чтобы признать то, что происходит. что скорее всего ваша мама умрет независимо от того, что вы будете делать. И скорее всего то, как она и как вы ну говоря вы, я имею ввиду не вас конкретно, а вашу семью. То, как вы используете вот это в последнее время, да? Вот. Это немножечко, мягко говоря, не то, что могло бы дать вам какое-то наслаждение, какое-то радость, вот и так далее. Понимаете? я думаю, я думаю, вот так можно ответить вам на вопрос, который мне задается. то есть где-то вот где-то вот на пересечении вот этих вот моментов мне мне кажется находится ответ и выход вот по крайней мере с моей точки зрения. Вот у вас есть время вот у вас есть возможность побыть с мамой не как ну спаситель да спасатель у вас есть возможность побыть со своей мамой как дочь и вне зависимости от того сможет ли она понять то, что вы чувствуете быть с ней в этом вот и говорите об о том, что вы переживаете о том, что вы чувствуете и о том, что вы хотите вот а не обижать не обижать первое а не обижать вот от эм тех эмоций которые вы испытываете от тех переживаний которые вы ощущаете вот потому, что это на мой взгляд путь абсолютно в никуда вот мне оказывается что вы и сами в какой-то степени это понимаете иначе бы иначе вы не задавали бы наверное этот вопрос вот который задается но тем не менее тем не менее я думаю что эм эм поддержка вам нужна тем не менее я думаю что чувство чувство вины вас не отпускает до сих пор вот ну мне так кажется опять же я могу ошибаться вот поэтому эм чтобы эм с вашей мамой вам быть искренне и с бабушкой тоже видите ведь бабушке тоже плохо вам нужно сперва эм начать доверять себе вот слушать себя а дальше я думаю что эм многие вещи придут сами собой вот но мне кажется что очень важно очень важно чтобы вы поговорили с папой вот в момент что если ваш отец считает что таким образом он там не знаю искупит вину перед вашей мамой да вот таким услужением угодливости вот то нет этого не будет этого не произойдет к сожалению или к счастью эм так не работает то есть чувство вины эм скорее всего никуда не уйдет вот потому что не искренне себя проявляет ваш папа вот я ни в коем случае не обвиняю вашего отца вот ни в коем случае не обвиняю его мне кажется что у нас есть эм всем эм эм шансы на Reddit эм отношения с вашими родителями а вот но для этого эм мне кажется вот имеет эм смысл обратить внимание в отношениях на те вещи, которые я сказал, вот, вот примерно такой ответ я могу вам дать, в целом, конечно, я хотел бы вас похвалить, сказать, что вы большая молодец, вот, но перспектива их, в общем и целом, вероятная потеря родителя, вот, это весьма, эм, такой неприятный, очень, я бы сказал, травмирующий момент, и вам нужна помощь в проживании этого, вам нужна помощь в работе, чтобы вы не оставались одна, поэтому мне кажется, что заручиться, вот, помощью психотерапевта, да, вот, наладить контакт с каким-нибудь, эм, вот, терапевтом, ну, психотерапевтом, вот, ага, это очень, эм, полезная история, вот, очень, эм, полезный момент здесь будет, вот, для вас, как мне кажется, вот, и эм, вы могли бы, эм, облегчить очень сильно себе жить, таким образом, эм, ну, что же, эм, на этом все, я надеюсь, что вам это было, э, полезнее, надеюсь, что вам это было интереснее, надеюсь, что, э, вам, э, понравился, это, мой ответ, э, я буду благодарен, вам, за, обратную связь, э, по нему, там, э, позволит вам, э, начать работу над, э, собой, э, вот, э, хочется, э, пожелать, вам, э, всего, самого доброго, хочется пожелать вам удачи, э, успехов, э, радости, э, терпения, э, оно вам пригодится, вот, и смелость, смелость признаивать какие-то моменты, пускай эти моменты и болезни, ну, а мы, психологи, э, вам, э, будем оказывать поддержку, если вы, вы, это, позволите. Удачи вам, э, Дарьян, удачи, всего самого доброго.